Всем привет! Сегодня готовим щи из белокочанной капусты с сухими белыми грибами. Скажу сразу, у нас есть щи из белокочанной капусты просто с белыми грибами, со свежими белыми грибами, но это далеко не одно и то же. Мы немного изменим рецепт, чтобы была, естественно, разница. И, на мой взгляд, сухие белые грибы дают такой более концентрированный вкус. Кто-кто пробовал, тот наверняка знает, а кто-то не пробовал, тот уж поверьте, пожалуйста, человеку, который работает и собирает и сушит грибы, уже лет, наверное, 40. Поэтому я решил вывести этот рецепт отдельно, в отдельный выпуск и посмотрим, что у нас получится. Для этого нам нужно, соответственно, сухие белые грибы, замоченные примерно как минимум за 2 часа. Но я замочил еще вчера вечером, а сегодня утром как раз они совсем готовы и разбухли, взяли эту форму, которая нам необходима. Соответственно, небольшой вилок белокочанной свежей капусты, растительное масло, дробленый перец и 3 лавровых листа, большая луковица, большая морковь, 3 помидорки, таких средних. Чеснок, корень сельдерея небольшой, вот такой вот, 2 красных перца, но это не болгарские перцы, это такие чуть-чуть островатые перцы, они не сильно острые, но все-таки не болгарские, не сладкие. И небольшой пучок зеленого лука для такой вот красоты и расцветки, так скажем. Ну, естественно, зеленый лук отдаст в масло при жарке свои особенные ароматы. Начинаем нарезать грибы и капусту в первую очередь. Для того, чтобы бульон был как можно более прозрачный, воду, которая осталась после наших грибов, я ее слил. И вот так вот нарезаю белые грибы. Не слишком мелко, но и не крупно, так чтобы все умещалось в нашу ложку. Вообще белые грибы такая штука, которую можно предварительно не обваривать. Вот есть рецепты, наверняка вы видели, которые говорят обварить грибы, но они уже термообработку прошли, когда их сушили. Сами по себе они вообще никаких токсинов не выделяют. Варить там в трех водах и не обязательно. Я знаю, например, есть люди, которые просто собирают грибы, промывают, кладут их на сковородку и сразу же обжаривают. Вообще здорово, аромат обалденный и никаких последствий, кроме незабываемых вкусовых впечатлений. Вот так вот, раз. Первым делом в подсоленную воду закладываю вариться грибы. Картошки в этих щах не будет, поэтому капусты, естественно, надо побольше. Ну, чтобы у нас жидкие, я не люблю жидкие щи. Да вообще супы не люблю жидкие, я люблю так, чтобы ложка не просто стояла, а с трудом втыкалась. Ну, хотел, чтобы бульон был, естественно. Мне нравится, когда вот такой вот соломкой нарезано так, аккуратненько. Капуста варится дольше всего, поэтому мы ее и будем закладывать самую первую. Ну, соответственно, после грибов, потому что грибы встречать должны. Щитовик с грибами. Так, это оставим на салат. Все, идем закладывать капусту в кастрюлю. Все рецепты, почти все рецепты у меня на канале сделаны на 6-литровую кастрюлю. Я купил одинаковых там 6 кастрюль, потому что делаем сразу много рецептов. Снимаем сразу все, не приесть. Пока трудовой коллектив подъедает те супы, которые мы сварили, мы следующие 2-3 кастрюли заряжаем. Потом они возвращают нам мытые кастрюли и так далее. Вот этот оборот кастрюли в природе у нас происходит. Поэтому, когда вы смотрите видео на моем канале, сразу же надо понимать, что это на 6-литровую кастрюлю. Это, в принципе, написано в описании, но я на всякий случай предупреждаю. Теперь очередь трех помидорок. Можно одну огромную помидору, ну, то есть, как вам нравится. Я не буду их обваривать, снимать шкуру. Я считаю, что это, в данном случае, это лишнее. Есть принципиально, где нужно это делать. Принципиально прямо. Вот здесь, мне кажется, это не принципиально. Ну и сельдерей любимый. Я прямо мелко-мелко, достаточно мелко, чтобы он тоже попадал в каждую ложку. Такими вот мелкими кубиками. Все, наливаю растительное масло в сковородку и ставлю на огонь. Щи такие зимние. Сейчас пост идет рождественский, поэтому как раз мы готовим постное блюдо, чтобы организм отдохнул от всякой разной животной продукции. В сковородку с репчатым луком, морковью, помидорой и сельдереем выкладываем зеленый лук и дробленый перец. Раз, немножко совсем, не надо много. Также пошел мелко нарезанный чеснок. Я сюда весь прямо закладываю и тщательно перемешиваю. Сразу же идут ароматы из зеленого лука. И почти сразу пошли чесночные ароматы. То есть все тут в порядке. Вот выливаю оставшееся масло. Тут совсем осталось, буквально грамм 60-70. Все тщательно перемешиваем и накрываем крышкой. Вот такая красота. А там еще перец был мелко нарезанный, такой красный. Забыл две штучки. Овощи в сковородке хорошенько протушились. Вот, посмотрите, они все мягкие стали, хорошие. Все перемешалось, все переженилось. И теперь их пора закладывать в кастрюлю в общую. Вот такая красота. Густота такая серьезная. В кастрюле получилось и цвет, и все, посмотрите. Совсем другая история. Почти все готово. Осталось минут 10-15 прокипеть. И мы закладываем три лавровых листа. Убавляем огонь. Чтобы не было слишком густо, мы заливаем кипяточком. Вот такая красота. Все. Кастрюлю должна быть полной. Обязательно. Прямо, чтобы было страшно ее перемешивать. Вот какая красота. Смотрите. Все тихо, все успокоилось. Тишина, гармония прямо. Накрываем крышечкой и ждем 10-15 минут. Щи из свежей капусты с сухими белыми грибами готовы. О, аромат, конечно. Хорошо. Отлично. Легкость капуста легкая. Первое впечатление. Без груза какого-то. Даже чуть-чуть, чуть-чуть, даже сладковатый такой вкус. Есть. Потому что очень легкий. Грибы чувствуются. Капуста. Легкость ледерея, как положено. Морковка. Все прямо на месте. Чеснок в балансе. Ничего лишнего. Не остроты лишней. Вот этот перец, который был чуть-чуть перченый. Все. Супер. Отличный постный суп. Для вегетарианцев. Для тех, кто не любит мясо. Или просто хочет отдохнуть от мяса. Кто-то с пережору, может быть, там праздничного какого-то. Захочет приготовить такое замечательное блюдо. Очень рекомендую. Вот такая штука займет достойное место в нашей коллекции. Впереди еще много интересных выпусков. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте на почту. Вот на эту, которая сейчас внизу высветится. Обязательно присылайте свои рецепты. До свидания. Всего вам доброго. Всего хорошего. Смотрите наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok